Протяженность новой лыжероллерной трассы составит 4 километра. На данный момент запланированные на этот год работы почти завершены. Часть маршрута очищена от пней и порослей. Несмотря на сложные погодные условия, продолжается установка вдоль трассы опора освещения и светильников. Сразу же протягивается и линия электропередач. Вот и всё. Поехали спускаться. Здесь можно будет зимой кататься на лыжах, а летом на роликах и велосипеде. Уже сейчас на лыжном стадионе идёт подготовка к городским и республиканским соревнованиям. Новая трасса широкая и комфортная, говорят спортсмены. Поскольку трасса будет освещена, это позволит лыжникам проводить тренировки в более поздние часы. Рады началу работ и тренеры, и дети. Давно, наверное, мечтали об этом, хотели всегда. Чтобы было здесь, разговор об этом и давно уже шёл, строительство вообще лыжного стадиона. Здесь вот и входит в этот лыжный стадион роллерная трасса, ну и сам комплекс, который ещё, надеюсь, в будущем будет строиться. Также мы будем радоваться, как вот сегодня радуемся. Уже вот стоят столбы, даже плафоны висят, даже и провода натянуты. Для старших школьников это, ну, очень положительная постройка вот этой освещенной трассы и асфальта, потому что школьники учатся долго, до трёх, до четырёх часов, приходя на тренировку, там, когда нужно кататься по три, ну, там, по два часа, катаемся уже до темна, и, ну, уже родители, бывает, не отпускают, и поэтому приходится приостанавливать тренировочный процесс и кататься гораздо меньше. А это очень большой плюс для достижения спортивных результатов. Будет темнеть раньше, и как бы видно ничего не будет, фонари будут светить, более-менее будет хорошо кататься. Стоимость проекта составит чуть более 104 миллионов рублей. Для начала работ средства выделены из городского бюджета в сумме 5 миллионов рублей. Дальнейшее финансирование предполагается за счёт привлечения инвесторов. Согласно проекту, здесь предполагается благоустройство тропы здоровья, строительство лыжной базы со спортзалами и пунктом проката инвентаря. Уже на следующей неделе на трассе протяжённостью более одного километра планируется подключить освещение. Продолжение следует...